Всем привет! У нас как будто заново начинается зима. У меня пошла 11 неделя. У меня такой вид, конечно, как будто меня, не знаю, побили. В общем, что я имею на этот срок, по ходу? Я, конечно, боюсь об этом говорить, но меня отпустил токсикоз, по ходу. То есть сегодня уже третий день, как меня, ну, как бы ничего не рвало даже. Мне стало более-менее хорошо. Единственное, вот, прощи. Вот, и в итоге, как вообще я пришла к тому, что я поняла, что он кончился. Я рассказывала в предыдущем видео, что, получается, меня начинает именно тошнить тогда, когда я не успеваю поесть. Теперь я стала, то есть, допустим, до этого я завтракала, да, где-то в 9, в начале 10, то есть я завтракаю, и потом уже идет только обед. Обед прям был какой-то суперлегкий, то есть, допустим, даже это мог быть там чай, вот, и это было где-то около часа, потом я ложилась спать, вот. Но бывало уже к этому времени начинало меня тошнить, и то есть, как бы, я уже не ела, потому что, ну, я не могла, и я просто ложилась спать. Я перестала спать днем, теперь я, получается, в 9 ем, где-то вот сейчас вот время вот 11, начало 12, я сейчас себе сделала два бутерброда, у меня получается батон, масло и горбуша в масле, вот. Хотя я в масле особо не люблю, я, я, как бы, даже элементарно готовлю масло, особо не добавляю никакое, вот. А здесь я стала этого делать, потому что, ну, мне надоело это состояние, которое такое вот блевотное, тошнотное. И то есть, вот я сейчас поем, и покушаю, пойду варить суп, да, как бы, девочки сегодня, тем более, дома, как бы, надо свеженький уже сварить. Вот. И покушаю супа еще. Ой, у меня сегодня Кира второй день находится дома, потому что нам завтра ехать, я на Миросюр, пускай она остается. Кира попросила пиццу, я предложила ей сделать быструю, ленивую на хлебе, у нас тут хлебушек прям мягкий-мягкий, он, сейчас покажу. Вот хлебушек, он прям мягчайший. Да, получается, он называется... Вот, Добрыня. Сейчас девочки убежали играть в комнату, а то вот тоже вот Кира мне... Мама, оставь меня дома, я тебе буду помогать цариной сидеть. Сейчас я говорю, ну ладно, как бы, мы тут договорились, что два дня выходных у нее будет, потому что она начала подкашливать. Потому что она начала подкашливать, и мы думаем, пускай она лучше, ну, посидит дома, да, чем будет ходить в садик, как бы, контактировать, как бы, с другими детьми, которые, возможно, может быть, и тоже, да, как бы, заболеют, либо еще что-то. И мы решили, пускай лучше, ну, в дом посидит. В общем, вчера, первый день, Кира сидит дома, время, наверное, было полудиннадцатого, и она мне говорит, все, я устала от своей сестры. Я говорю, ты обещала с ней, как бы, ну, помогать сидеть, играть. Я обещала, когда она была миленькая, а сейчас она уже не очень миленькая. Вот, в общем. А что вы там не играете? Поиграйте там-то. Кира, поиграйте там. Завтра мы собираемся ехать опять в город на выступление у Киры. В общем, мы поедем на машине, Кира едет на поезде. В общем, получились они у нас вот такие. Они тут такие, этот, хрустящие. Так что, не знаю, что попробуем. Так что, лучше попробуем. Сейчас уже Арина спать пойдет у нас. Как Арина поспит, мы сходим погуляем, хорошо? До магазина сходим, надо купить тебе, будет, фруктов, да попить что-то с собой в коезд. Ой, бутерброды, правда, получились такие вкусненькие. Они хрустящие, надо, наверное, будет Кирита подержать их поменьше, да, в духовке. Чтобы они не настолько были хрустящие, да, чтобы помягче были. Вот, а так, а так, ну, что такие интересные получились. У нас на улице солнышко прям припекает, это, все в снегу, как будто, да, как будто только-только зима наступила у нас. Кира предложила даже папе оставить эту вкусноту, да, потому что уж очень вкусные бутерброды получились, да. Ага. Мне Кира еще говорит, мам, давай, говорит, откроем свое, что, кафе? Да. Давай, говорит, свое, говорит, кафе откроем по производству бутербродов, но только выходные. Почему выходные, я так и не поняла. На выходных, потому что я не буду на работу ходить, а ты к нам в кафе. А, ты к нам в кафе будешь ходить? Ну да, кстати, прикольная бизнес-идея такая, да? Вот, забрала сегодня на Валбересе шапочку. Сейчас я поближе покажу. Старина с печенюхой сидит. Такая серьезная девица. Так, и мои покупки на сегодня. Это зашла, я купила носки. Две себе, одни мужу взяла попробовать. Не знаю, понравится, не понравится. Они, в принципе, такие плотные. Вот, у него вечная проблема с носками. Он их боится новые одевать, не знаю почему. Так, и вот, зачем я, собственно, заходила. Тут в чем-то уже, что-то беленько. Балетки. Они новые, потому что у нас были, но они были, во-первых, на размер меньше. Это, конечно, не критично. Вот, но она была на каком-то занятии, и они там поменялись все балетками. Тут Арина у меня сидит. В каком-то из занятий. И они там, то есть, раздевали, они раздевали эти сами балетки, то есть так занимались. И она вышла не в своих, она вся разревелась, потом распсиховалась, то, что это не ее балетки, она в них ходить не хочет. Но они, правда, какие-то были все такие в катышках, прям вот. У нас были новые, а те прям закатанные. И, в общем, короче, я купила новенькие. Это уже с Валбриса я забрала белые новые, потому что у нас были. Сейчас, подожди, Реш. Были белые, но была вот такая вот прошивка. И она серого цвета. На всех вот таких балетках серые вот эти вот вставочки. А этого нельзя. Нужно, чтобы они были чисто белые, поэтому мы заказывали на Валбрисе чисто белые. Заказала на Валбрисе шпильки, нам надо будет для прически. Так, забрала Арини новую шапочку. Да, она такая вот высокая получается. С ушками, да, и на завязочках. Здрасте. Шарфик. И еще нам нужны для выступления белые трусики. Обязательно. Я не знаю, почему. В принципе, как бы джинса плотно не просвечивает. Ну ладно, да ладно. Мы не спорим. Чтобы заказать, допустим, одни, я не знаю, я не заказываю ничего по одному. Мне надо, чтобы был набор. То есть беленькие, серенькие и розовенькие. Беленькие у нас пойдут на выступление. А эти двое мы будем таскать так. И в чем у нас будет выступать Кира? Дай покажу. Эх, у нас Арина оторвала штору. Вот там получается карниз. Вот там. И она дернула так, что вот там вот отвалилась штучка. Видно, не хватает. Короче, штору у нас вся выпала. Надо ее приделать. Так, вот. Кира у нас будет выступать вот в таком костюме. Не костюм. Что это? Комбинезон, наверное. Он джинсовый. На пуговках здесь. Тут кармашки. У них будет танец туристов. Ой, божечка, тут еще балетка. Танец туристов будет. То есть вот такой. Тут завязочки. Тут идет как шортики. Такой прикольный. Вот. И у каждого будет цветные носки. То есть у нас красный. Нам это выдавали тоже вместе с костюмом. Вот. У них будет танец туристов. Андрей, конечно, ходил с Кирой. И этот. Ну, видел, как они репетировали этот танец. Говорит, танец. Ну, такой. Очень интересный. Вот. В плане того, что, говорит, они просто прыгают как блохи туда-сюда, говорит. Вот. Ну, не знаю. В общем, посмотрим. Как они будут полистать. Но они очень много репетировали. Очень долго. Так что я думаю, в принципе, все должно быть хорошо. Так что сейчас буду собираться. Надо будет сложить вещи. Вообще, у меня эти прыщи, так у меня аж прям болят они. Сейчас надо собраться. Сложить все вещи в сумку сразу. Арина, ты куда с подушкой? Сложить сразу все вещи. Намыть девочек. Намыться самой. Завтра у меня в планах проснуться раньше. Не знаю, насколько, конечно. У нас получается отправление поезда 8.20. Надо быть на вокзале в 8. Арина, ты сломашь, так зарядку. Вот. Но у меня еще Кира попросила сделать ей в поезд горячие бутерброды. Я понимаю, что я их не могу приготовить с вечера, потому что, ну, на утро, ну, как бы они уже будут не такие. Так что, мне нужно будет встать, наверное, в пол седьмого. Я постараюсь. Постараюсь это сделать. Все равно встать. Я сейчас заранее, то есть, приготовлю всю начинку, нарежу. Чтобы завтра мне вот только чисто хлеб вот намазать, вот прям вот выложить начинку, запихать в духовку там. Ну, сколько оно это займет? Ну, 15. Вот. Ну, надо самой собраться, девочек собрать. Ну что, время уже у нас 8. Я похожа на ушлепу. Время 8. Мы уже почти готовы. Не почти, а все готовы. Девочки уже с Андреем в машине. Я выхожу, забирая последние котомочки, и мы мучим путь-дорогу. Так, вроде бы все взяла, ничего не забыла. Самое главное, документы, телефон, деньги. Вроде бы все. Все, проводили. Сейчас мы тоже будем выезжать сразу же. Мы немного с Андреем разминулись. Он на перроне, я уже у машины. Сейчас он подойдет, и мы поедем. Рин уже вся пристаналась. Я скажу, слично ехать. Сначала мы сели на этот. Возникало, что Кира осталась на вокзале. Потом вроде более-менее успокоилась. Я предложила ей покушать творожок. Она отказалась. Сейчас сидит. Булка надутая. Сок попила? Вкусный сок? Куда? Интересно? А зубки чистить. Чисти зубки. Я добрый. Словенка, я все так же. Вообще, красный, не мотный. А вот ты и посольчик, вы жили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, как Сатар трясется. Ой, здрасте. Ай, вкусно, как? Как Ариша бананчики кушает? Балдежник, балдежник. Одела новый песток, разошелся, пошел. Я посмотрела, он там прошит просто вот эта его часть. Как бы еле-еле перехвачено. Так что, минус штаны. Все, мы приехали. Ариша уже спит второй раз за поездку нашу. Мы как раз-таки приехали. Мы боялись опоздать, потому что в одном месте была очень плохая дорога, и мы там потеряли где-то, наверное, полчаса. Но ничего, все хорошо. Мы как раз приехали за пять минут до прибытия поезда. Все прекрасно. Кира приехала, Андрей пошел встречать. И сейчас они придут, поедем дальше. Заселяться в гостиницу. Вот так вот. В целом, дорога была неплохая такая. Хорошо доехали. Вот. Конечно, местами с Ариной было тяжело, в плане того, что она... Ей нужно лезть куда-то, да, от чего-то ей нужно все. Вот. Но все хорошо. Она вот... Поначалу она возникала, потому что не поехала с нами Кира. Она все психовала, что, короче, стучалась тут в этот... В дверь. И все звала Киру. Звала-звала, короче, но не дозвалась, конечно же. Вот. Потом она тут попила соком, подуспокоилась, и, наверное, спустя, может, минут сорок она уснула. На полчасика, но все же. Потом она проснулась, уже более-менее она уже привыкла к этому креслу. Да, у нас до сих пор нет кресла. Арини полтора года. И мы в такие поездки просто берем у кого-то. То есть я взяла у знакомой, вот, и она к нему не привыкла. То есть если мы куда-то ездили, пока там Кира в садике, то есть она была в Кирином кресле. То есть... что можно опустить там, ну, чтобы когда спишь-то. Вот. Но оно и так, в принципе, такое полу... Короче, хорошо, как ей спать. Вот. И она как раз-таки к нему привыкла. И вот все в нем сидела, и потом покушала, и так попрыгала по нему. В общем, короче, нормально. Сейчас придут. Придут все, и мы поедем. Риша, забегай. Оп. Ну, че, как? Красиво. Красиво. У нас время час ночи, но мы не можем спать в этом номере, потому что... Вытяжка, она работает настолько громко, что, короче... Пойдем, Риша, пойдем. Там, ой, там, как путешка работает. Вот. Девочки должны были спать здесь, но в этой комнате очень, очень громко, поэтому муж сходил на ресепшн, и ему сказали собираться в другой номер. Нет, 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 нет. Ёлки-палки. Маскирочка спит уже. Арина сегодня как-то еще уснуть не может. Слушайте. Да-да. Вкусно? Кушай супчик теперь. Молодец, молодец, девочка. Мама, я кушала. А что задумалась-то, а что? Девушка, я оставил. Да? Кушай. И сейчас покажу быстренько наш номер. Это уже второй, потому что мы ночью переехали. Здесь шкаф, тут одежда. Сейчас уже Андрей все этот понес в машину. Тут фен есть у нас, свет. Здесь в туалете. Тут сразу же туалет. Тут просто унитаз, раковина, зеркало. Такое, что? Такая-то чумазарь. Так, тут диван. Мы планировали спать тут с Андреем. Девочки у нас должны были спать в другой комнатке. Кира, выключи. Холодильник, окно, телевизор. У нас только карусель там работала, больше ничего. Кружечки были, чайник есть. Два стула. Ой, и вот вторая комнатка за перегородкой такая. Тут, получается, две кровати. Мы сдвинули. Но пока я укладывала девочек, мы так и проспали. Там все втроем на диване. Андрей спал здесь один. И здесь у нас есть еще душ. Просто душевая комната. И все. А, ну и тут, получается, место. В принципе, ничего такой номер. Здесь рядышком тоже есть какой-то торговый центр. Но там нет ничего. Мы сегодня ходили туда, хотели покушать. Вот. Там ничего нет. То есть написано график с 10. Но мы были там уже в 12. Там ничего нет. То есть, получается, если выйти сюда и завернуть, там есть кафе Оливье. Вот мы туда ходили вчера и сегодня ходили. Тарина ругается что-то. Так, все. Мы уже одеваемся, собираемся. Господи, девочки, вы что тут насовинячили? Все собрали? Да. У нас уже готово. Осталось чуть-чуть, да? У меня что-то брови в страны. Матрули. Да. И все. Мы сейчас тоже выдвигаемся. У меня вообще было в планах купить что-то себе. Не пойти в этой водолазке старой на концерт к ребенку, а что-то себе прикупить. Мы вчера были в торговом центре. Я купила, в общем, девочкам одежду. Ну, такое, что. Лосинки взяла, обновила такие же вот футболки. Вот. Пару кофточек тоже купила. И на этом все. То есть себе я ничего не нашла. Потому что, не знаю, времени было мало, как бы в том плане, что мало было времени у нас. Потому что уже было поздно, да, все уже были уставшие. И нам надо было идти домой. Не домой в номер. Вот. Хотели сегодня? Ну, короче, мы решили. А я сегодня оставай меня папу возбудил и перестал. Папа. Папа. И... Гариш, не надо. Не надо, Арина. Да, мы купилися. И я шла голая, но не все, что такая маленькая. Голая. Маечка с трусиками, да. У нас вентиляция работала очень шумно в том, получается, номере. И вот Андрей сходил на ресепшн, что как бы... Говорит, невозможно спать. Просто невозможно. Всю вот комнату она гудит. И вот нас переселили на этаж выше. Мы собирали ночью вещи в полвторого и переселялись. Вот. И я папу возбудил. Я там клепку спала. Да, Кира спала уже. И папа ее взял на руки. Стала выходить. Она проснулась. Была в маечке с трусиками. Мы быстренько доехали. Да? Сейчас погоним на концерт. Да? Не боишься? Не боишься? Вот. А сегодня хотели съездить там до торгового центра, но с детьми как бы не... не очень. Было это хорошо. У них хорошая идея, потому что надо было выезжать в 10. Ну, короче, все это отложили. Так что я пойду так, как есть. Пойду так, как есть. Ты дурная, что ли? Дурная голова. До этого мы еще успели сходить с Кирой на квест и в город профессий. Тут мы уже поехали на выступление у Киры. Изначально у них была репетиция. Это первая ее большая сцена. Играла очень громкая музыка. И вот Кира моя пляшет. Рина, конечно, тоже все не без приключений. Она сначала напилась воды. Затем, когда папа пошел снимать Киру из зала, мы были за кулисами, она устроила истерику. И она кричала настолько сильно, что как будто бы драла себе даже глотку. Девочки очень хорошо выступили. И они получили вторую степень вариата. Многое, конечно, что не понравилось в поездке, но самое главное счастлива Кира. Тут уже на секунду я обрадовалась, что меня отпустил такси-кос. Но всю обратную дорогу мне было очень плохо. Так что я рано радовалась. И на этом мы уже будем прощаться. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.